Его кисти принадлежат портреты королей и президентов, артистов и олигархов. На своих полотнах он отображает реалии жизни. В картинной галерее города Черкеска работает персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова. О лете впечатлений расскажет Светлана Шаганова. Перед зрителем предстает разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника. Здесь произведения различных жанров, пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные и сюрреалистические композиции. Никаса Сафронова можно назвать самым известным российским живописцем нашего времени. Основная часть работ художника находится в частных коллекциях и музеях многих стран мира. Для нашего музея впервые мы принимаем такого уровня мастера, народный художник, профессор, академик Никас Сафронов. Его работы хранятся во многих частных коллекциях по всему миру. И в Эрмитаже, и в других больших музеях его работы представлены. И отчасти мы тоже горды тем, что смогли хотя бы на один месяц присоединиться к этой плеяде музеев и представить на суд наших любителей искусства его работы. На выставке представлено более 80 живописных и графических работ. Различные периоды творчества маэстро. Лето впечатлений говорит само за себя. У посетителей выставки есть прекрасная возможность попутешествовать, побывать в Венеции и тут же оказаться во Франции, Версале, встретить рассвет у подножия Фудзиямы, окунуться в историю городов и старинных замков, увидеть красоту северной столицы и, конечно, Москвы. Работы все разные и необычные. Мастер не проходит мимо известных мировых событий, порой шокирующих. К примеру, вот так художник запечатлел убийство Кеннеди. Никасу Сафронову присуща своя индивидуальная манера. Интересные работы, написанные в технике Dream Vision. Это собственное направление Сафронова. Тут вот и лёгкость, прозрачность в его работах. И через вот эти работы видно, что он сам по себе очень лёгкий, позитивный человек. И вот эта позитивность, она отражается в его работах. Вот это вот впечатляет. Баловин судьбы, хотелось бы сказать, да, человек. И, естественно, вот эта вот экспозиция располагает в себе вот этим позитивом. Никаса Сафронов предпочитает писать и портреты известных личностей. Политических деятелей, шоуменов, бизнесменов. И художник, как правило, дарил картины человеку, который ему позировал. Таким образом он популяризировал своё творчество. Можно только удивляться творческой фантазии Никаса Сафронова. Он везде разный и находит для каждого героя интересный подход. Знаменитые портреты котов Никаса Сафронова. Здесь не просто изображения животных. Они похожи на людей. У каждого свой характер, умело подчёркнутый мастером. Знаменитые картины из серии «Люди-животные». Здесь у художника восприятие человека сквозь призму кошки или собаки. И в каждой работе показан характер, темперамент, мировоззрение. Хотелось бы, чтобы школьники пришли, дети подрастающего поколения, чтобы в своих сочинениях, как я провёл это лето, могли бы написать в том числе и посвящение этой. На самом деле, очень интересная выставка. Никас Сафронов – один из самых известных художников современной России. И многие ценители высокого искусства называют его «Русский Дали». Как говорится, лучше один раз увидеть. Познакомиться с творчеством Никаса Сафронова можно в картинной галереи «Черкеска» до конца июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.